Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. С целью разбавить многочасовой поиск ключиков на своем замечательном метод-милишнике Анхоли ДК, решил записать небольшой монолог, конкретно по обновлению 9.2, и конкретно хочу сегодня поговорить о легендарном предмете, скорее всего это будет пояс, который мы будем крафтить в виде легендарного предмета. В общем, пространет обновление 9.2, мы поделаем, возможно, какие-то квестики, мы поделаем, возможно, какие-то интересные цепочки, и нам уже будет доступно, само собой, ношение двух легендарок. Я говорил об этом в прошлом видео, но немножечко скажу и тут, то, что одна легендарка будет та, которую мы захотим, любая наша классовая, а вторая легендарка будет кавинанская. Разработчики, компания Blizzard, с целью того, чтобы игроки не делали себе легендарки на разные слоты, чтобы сумки не забивались, просто-напросто взяли и придумали изменяемую легендарную мощь в зависимости от кавинанта. Это довольно-таки интересно, и по предварительным данным, эта легендарная мощь, которая будет меняться в зависимости от кавинанта, будет крафтиться в пояс. Ну, это довольно-таки неплохо, потому что, как мы знаем, в обновлении 9.2 будут еще и тербонусы. Пояс, он никак не влияет на новые тербонусы. Пояс сетовым был, по-моему, в классике, быть может, там в БК, да, то есть в давних дополнениях. Если мы вспомним какой-нибудь легион, то там пояса никак не относились к тербонусам, поэтому, окей, если это будет пояс в виде легендарки с изменяемым свойством в зависимости от кавинанта, то пусть оно так и будет. Довольно-таки хорошее, реально, нововведение. Реально хорошее нововведение, потому что мы будем хранить только один предмет в сумке. Нам не нужно будет крафтить разные слоты на разные кавинанты, и можно будет, конечно же, голдишки сэкономить, потому что заготовки, как мы знаем, ну, довольно-таки дорогие. В целом, монолог окончен. Продолжу дальше искать замечательные ключики, которые, быть может, меня апнут, и, быть может, я апну свой рейтинг. Ну да ладно. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!